Здравствуйте, это компания Дом в Дорогу. Значит, сейчас я бы хотел обратить внимание тех, кто изучает и планирует покупку американского прицепа. Не автодома, прицепа. И не европейского, а американского. Вот это видео я снял в Америке. Это американский прицеп, который буксирует относительно слабенький автомобиль. А прицеп достаточно большой. И вот обратите внимание, что у этого прицепа оси чуть-чуть смещены назад. Немножечко. Вот сделайте закладку на этом и пошли дальше. Вот обратите внимание, европейский фаркоп. У него две тяговые характеристики, если можно так назвать. Одна тяговая характеристика – это вектор силы, направленный параллельно Земле. Параллельно. Вот в предыдущих роликах я уже рассказывал об этом. То есть он тянет вес всего прицепа. То есть вот в паспорте, в техническом паспорте или в регистрационном свидетельстве написано полная масса прицепа 2,5 тонны. Так вот этот фаркоп рассчитан на то, чтобы он тянул вес прицепа не более 2,5 тонн. И вторая характеристика – это вертикальная нагрузка на шарик. Вот то, что мы надели на фаркоп, и вот сколько он начинает, с какой силы он начинает давить на этот шарик. Вот это вертикальная нагрузка. Вот в европейских прицепах эта вертикальная нагрузка не более 140 килограмм. Не более 140 килограмм. Вот пошли к другой машине подойдем, и мы вам даже покажем табличку. Вот обратите внимание, это фаркоп Toyota Land Cruiser 200. Европейский фаркоп. Европейский фаркоп для европейского прицепа. И вот мы сейчас приблизим, и вы увидите параметры, вы увидите вертикальную характеристику прицепа. Вот видите, нижняя строчка – S140. То есть это значит, что вертикальная нагрузка на этот фаркоп не должна превышать 140 килограмм. Запомнили, да? А теперь давайте посмотрим, как выглядят таблички, точнее, что нарисовано на табличках, и какие цифры стоят на табличках, американских фаркопов. И главное, почему там стоят такие цифры. Итак, 140 килограмм – вертикальная нагрузка. 140 килограмм мы можем вот этой массой нагружать европейский фаркоп. А какой же массой мы можем нагружать американский фаркоп? Пошли посмотрим. Значит, вот у нас стоит автодом. На этом автодоме установлен даже не фаркоп, приемное устройство фаркопа. В Америке фаркопом называют другую деталь. Вот, пожалуйста, значит, вертикальная нагрузка. Ну, горизонтальная – 3629, это понятно. А вертикальная нагрузка составляет 227 килограмм. Причем, это считается очень слабый фаркоп, потому что в основном вертикальные нагрузки до 370 килограмм. А вот сам фаркоп. Вот он. Видите, он имеет другую немножечко форму и имеет другую конструкцию. Это даже не фаркоп. Это приемное устройство для дополнительных каких-то аксессуаров. И фаркоп – это один из этих аксессуаров. Сюда можно, например, смонтировать лебедку, какой-то держатель, может быть, какое-то другое оборудование. Ну, и фаркоп в том числе. Вот именно эта конструкция позволяет увеличить нагрузку на фаркоп, вертикальную нагрузку на фаркоп. Потому что в американских прицепах вертикальная нагрузка на фаркоп выше, выше. А теперь, почему она выше? Давайте разберемся. Вот, обратите внимание, это европейский прицеп Hobby Deluxe Edition 545 KMF. Это одна из самых популярных планировок. Вот, посмотрите, где ось у этого прицепа. Ось находится практически посредине. Вот теперь представьте, что прицеп, этот прицеп – это механические весы. То есть, это плечо равно этому. Поэтому нагрузки, что в эту сторону, что в ту, абсолютно одинаковые. Поэтому нагрузка на шарик фаркопа в европейском прицепе небольшая. Вот она не больше 140 кг. То есть, можно, в принципе, даже взять и руками его. Вот если бы он не был сейчас на домкратах, я бы его запросто приподнял бы руками и даже один бы покатил. Казалось бы, это хорошо. Кстати, пойдемте на другом посмотрим, на 720. Где расположены оси? Пошли. Вот, обратите внимание, 720, Hobby 720 KWFU. Двухосный. Вот где-то между этими осями, вот линия, представьте. Расстояние что в ту сторону, что в ту сторону одинаковое. Опять соблюдается вот этот вот равновесие. Он что в эту, что в ту сторону абсолютно одинаково весит. И можно, в принципе, запросто поднять человеку, одному человеку поднять фаркоп, если он нагружен приблизительно равномерно. А теперь, ну казалось бы, хорошо, здорово, да. То есть он легкий, слабо нагружен на автомобиль. И, ну, чего тут плохого, да. Но американцы усмотрели вот именно в такой компоновке очень-очень большой минус. Дело в том, что прицепы подвержены раскачке. И если мы сделаем равномерно нагруженную конструкцию влево и вправо, да, то тогда он может при скорости больше 100 км в час начинать делать вот такие движения, как я делаю. Он начинает раскачиваться. Что сделать, чтобы прицеп перестал раскачиваться? Нужно сделать две вещи. Либо притормозить, либо сместить ось в эту сторону, назад. Где расположены колеса у прицепа? Вот здесь. Видите? А где центр этого прицепа? Центр этого прицепа где-то здесь, вот где-то вот в этом районе. А колеса смещены назад. Почему? Ну, в движении мы, конечно же, сместить ось не можем, да. Поэтому мы можем только притормозить. Но, сместив ось назад, то есть, сделав некий дисбаланс, мы получаем более устойчивую сцепку в движении. Дело в том, что центр тяжести у этого прицепа расположен не там, где расположены колеса. Оси смещены, оси расположены сзади центра тяжести. Для чего? Для того, чтобы уменьшить во время движения колебания. Для того, чтобы уменьшить так называемую раскачку. Что такое раскачка? Это маятник. Это весы. Они ходят туда-сюда, туда-сюда. То есть, если здесь одинаковый вес, и здесь одинаковый вес, тогда происходит вот эта раскачка. Как ее избежать? Как ее прекратить? Нужно сместить центр масс влево или вправо. И тогда, вот станет так, и раскачки никакой не будет. То есть, мы можем ехать быстрее, не боясь вот этой вот самой пресловутой раскачки. То есть, прицеп получается более устойчивый на высоких скоростях. Я ехал, я ехал с большой скоростью. Меня не носило вообще, потому что уровень тяжести приходится на вот этот шар. Поэтому американские фаркопы немножко более мощнее, чем европейские. Потому что уровень тяжести приходится именно наперед в американских фаркопах, а не назад, как в немецких или других европейских. Друзья, я ехал за скоростью 130-140 километров. Я нарушил, честно, я нарушил указания Константина Щелбанина. Он мне сказал, быстрее 100 километров не ехать. Ну, какой русский не любит быстрой езды. Я решил немножко разогнаться. И, честно вам скажу, никакого меня не носило вообще. Ну, вообще не носило. Даже когда меня обгоняли фуры. Знаете, когда фуры обгоняют легковую машину, немножко заносят. Здесь меня не носило вообще. То есть, я был сам как фура. Ну, по длине и, может быть, вес, общий вес. Поэтому меня не носило. Это достигнуто за счет того, что давление на этот шар увеличилось. Но если мы смещаем оси назад, оси назад, значит, соответственно, мы можем больше нагрузить в прицеп полезной нагрузки. Вот почему они тяжелые. Тяжелые американские прицепы. Не только потому, что они сделаны там из какого-то там дорогого материала. Но просто в них можно и больше нагрузить ваших, извините меня, вещей. Почему можно? Потому что мы оси сместили сюда. Раз мы оси сместили сюда, значит, мы прицеп сделали более устойчивый. И мы смогли нагрузить в этот прицеп больше полезной нагрузки. Но при этом возникает у нас минус. Минус заключается в том, что нагрузка на фаркоп, нагрузка на шарик у нас выше. Вот давление на этот шарик в американском прицепе значительно выше. И поэтому использовать европейский фаркоп вместе с американским прицепом нельзя. Вы только что видели, какая конструкция американского фаркопа. И только что видели, какая конструкция европейского фаркопа. Вот давайте еще раз подойдем к европейскому фаркопу. Обратите внимание. Тут всего-навсего 4 слабеньких болта. И когда на него нагружен вес прицепа, то вся нагрузка работает на срез вот этих вот болтов. Вот представьте, туда-сюда, туда-сюда. Вот представьте, нагрузили не 140, а 300 килограмм. И вот туда-сюда, 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 туда-сюда. И мы срезаем фактически эти болты. Пошли подойдем к Тойоте Хайлюкс. А тут всего 2 болта. Видите? Всего 2. То есть, вот эти 2 болта при нагрузке фаркопа вертикальной тоже работают на срез. Вот эта сила работает на срез этих болтов. Поэтому не более 140 килограмм. Пошли к американскому фаркопу. А здесь никаких болтов, работающих на срез, нет. Здесь приемное устройство мощное. И мы сюда вставляем сам фаркоп. Вот это не фаркоп, это приемное устройство. И вот мы сюда вставляем сам фаркоп. И получаем нагрузку на шар. Вот в данном случае, в этом фаркопе, у нас нагрузка на шар может увеличиваться до 227 килограмм. А в других типах фаркопах, у нас нагрузка на шар может увеличиваться до 370 килограмм. Вот такие отличия американских и европейских фаркопов. Я напоминаю, что если вы решили покупать американский прицеп, то в этот прицеп нужно бросить, когда он будет транспортироваться в Россию, в этот прицеп нужно просто бросить американский фаркоп для вашего автомобиля. Чтобы подобрать правильно фаркоп для вашего автомобиля, нам нужен просто вин вашего автомобиля. И стоимость этого фаркопа в Америке от 227 до 350 долларов. Совсем недорого. Ну и электрика тоже стоит где-то 120 долларов. Господа, вот я вам показываю фаркоп, установленный официальным дитилером на Тойоте 4Runner. Вот это подключение для самого прицепа. И вот видите, здесь в моем предыдущем видео я показывал в Ford Grand Cherokee. На каждый автомобиль идет свой фаркоп, на каждую модель, на каждый год автомобиля. Поэтому нужно покупать у специалистов, которые знают, что они вам продают, чтобы обезопасить себя. Но эти фаркопы, они недорогие. Как я уже говорил, в зависимости от модели автомобиля, я видел цену от 200 до 500 долларов. И ваш специалист, может, остановит в России этот фаркоп довольно легко. Поменять. Даже если вы поставили фаркоп наш, российский, или у вас он где-то на заводе стоит. Пожалуйста, демонтируйте его, поставьте американский и кайфуйте от американских прицепов. Еще преимущество будущего владельца американского фаркопа. Вот то, что вы видите, это приемное устройство. И вот обратите внимание, как должен располагаться прицеп относительно земли. Вот то, что зеленое, это правильно, то есть он стоит ровно. Особенно это очень важно для двухусных прицепов. Потому что если ваш прицеп будет, вот как сейчас нос поднят вверх, он будет в кабрировании. И будет у вас, скажем так, испытывать очень повышенный износ задняя ось. И наоборот, если в пикировании, то будет испытывать износ передняя ось. Вот это вот приемное устройство 50 на 50 сантиметров. И мы таким, вот благодаря вот этому американскому прицепу, вот этой конструкции, мы можем ставить фаркопы. А вот именно вот этот кронштейн, это и есть фаркопы. Это вот название фаркоп. Вот то, что вот это вот большое, длинное, это приемное устройство для фаркопа. А кронштейн, это и есть фаркоп. И мы можем подбирать для вашего прицепа фаркопы с разным уровнем шарика. То есть мы можем подобрать фаркоп так, чтобы ваш прицеп все время буксировался параллельно земле. А это очень важно. То есть шарики есть, шарики бывают разной высоты. И также шарики можно ставить разного диаметра, в зависимости от вида вашего прицепа. Вообще вот это приемное устройство, оно универсально. По сути, американский фаркоп, а вот американская система, это конструктор. Вот в это приемное устройство можно поставить, например, электрическую лебедку и вытащить самого себя из тяжелого положения. Допустим, зацепить за дерево и вытащить себя, если вы где-то застряли. Или использовать как держатель для велосипедов, когда вы не буксируете прицеп. То есть или, допустим, поставить сзади большую корзину. То есть тоже позволяет сделать вот эта американская система. Или, допустим, поднять с помощью домкрата переднюю часть, заднюю часть или переднюю часть вашего автомобиля. И плюс ко всему эстетика. Вот, кстати, держатель, держатель труб или чего-то еще тоже можно сделать с помощью американской системы. Значит, специалисты нашей компании специально для тех, кто интересуется или собрался покупать американский прицеп, не автодом, американский прицеп, наши специалисты разработали систему подбора фаркопа и определения массы прицепа непосредственно под ваш тягач. И сейчас я вам наглядно покажу, как это работает. Но первое, с чего нужно начать, это взять свидетельство о регистрации транспортного средства для вашего автомобиля. Это вот тот документ, который вы показываете сотрудникам ГАИ, когда они вас просят показать документы. Значит, итак, берите это свидетельство о регистрации и кладите перед собой. Далее, в компьютере, в любой поисковой системе, в Яндексе набираете «Дом в дорогу». «Дом в дорогу». Это для того, чтобы попасть на наш сайт. И вот первая строчка, самая первая, это и есть ссылка на наш сайт. Далее, зашли на наш сайт, и нас интересуют американские прицепы. Как их здесь найти? Ну, предложений много, а нам нужно найти непосредственно американские прицепы. Значит, вот под этой большой фотографией, огромной, у нас как бы три столбца. Первый столбец – это все, что связано с автодомами. Второй столбец – все, что связано с прицепами. И третий столбец – все, что связано с путешествиями. Нас интересует второй столбец. Во втором столбце вначале идут прицепы «Хобби». Это европейские прицепы. Затем идут прицепы «Детлевс». И третий блок – это непосредственно американские прицепы. Вот, то есть ссылка прицепы с раздвижными слайдерами и увеличенным клиренсом. Ну, нам не нужно… Вот давайте сейчас не будем нажимать на конкретно какую-то модель прицепа. «Кейс Тон» или «Джейка» или «Форест Ривер». Давайте сейчас кликнем по непосредственно заголовку. Заголовку вот этих прицепов кликнули. И вот после того, как мы вошли вот в этот большой раздел, перед нами открывается мощнейшая система поиска и подбора прицепа под ваш автомобиль и под ваши параметры. Значит, самый главный и основной параметр, который нас в данный момент интересует – это масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами. То есть масса прицепа, который может буксировать непосредственно ваш автомобиль. Ну, к примеру, у вас Toyota Land Cruiser 200. Значит, массу буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, можно найти в двух местах. Это в технических характеристиках на ваш автомобиль, в книжечке, которая все время лежит в вашем бардачке, либо в интернете. Значит, вот мы берем книжечку или берем интернет и определяем, что масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, который может буксировать Toyota Land Cruiser 200, составляет 3,5 тонны. И вот здесь вот разрешенная масса прицепа мы выбираем до 3,5 тонн. Вот система нам выбрала все прицепы, которые может буксировать ваш автомобиль Land Cruiser 200 по массе прицепа. Но у фаркопа существует еще вторая характеристика. Это так называемая нагрузка на шар. И вот сейчас мы будем определять по нагрузке на шар, какого класса фаркоп вам необходим. Ну, давайте возьмем максимальную массу. Какой-нибудь там, ну вот смотрите, вот R масса, это и есть вот эта вот масса. Давайте возьмем максимальную массу, которая, ну вот 3, 433. Давайте Forest River, Salem Cruiser Light 240, BHXL. Кликаем по нему. И вот, ну тут, описание, фотографии, 360 градусов, это понятно. И вот вот это вот справа, вот эта табличка, которая нас интересует. И вот сейчас мы берем регистрационное свидетельство на ваш автомобиль. И нам первый параметр нужен, это масса без нагрузки. Вот эта вот масса, которая в вашем документе, в регистрационном свидетельстве, 2,510. То есть мы здесь вводим 2,510. То есть масса без нагрузки для вашего автомобиля составляет 2,510 килограмм. Разрешенная масса, следующий параметр, который мы берем из книжечки, из вашего регистрационного свидетельства. 3,350. 3,350. Количество пассажиров без водителей. Ну в данном случае мы берем 4. И здесь мы берем массу буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, который может буксировать ваш автомобиль. Значит, из технических характеристик эта масса составляет 3,500. И нажимаем проверить. Вот система говорит, ваш автомобиль может буксировать этот прицеп. И теперь внимание. Смотрите, вертикальная нагрузка на фаркоп у этого прицепа составляет 268 килограмм. Значит, по нижнему рисунку мы определяем класс фаркопа, который вам нужно привезти из Америки. Ну приемное устройство это понятно. Приемное устройство это непосредственно штанга с дыркой. А вот здесь класс фаркопа. Их всего 5. И нам нужно понять, какой класс фаркопа нужен для вашего прицепа. Значит, 268 килограмм это у вас класс 3. Вот этот вот. До 363 ТВ. То есть 238 для нас мало, потому что вертикальная нагрузка 268. А вот 363 самое то. Итак, для вашего автомобиля нужен класс фаркопа 3. Теперь представим, что у вас автомобиль, допустим, к примеру, какой возьмем? Ну, Toyota Hilux. Да? Toyota Hilux. Идем на наш сайт. Опять я вам с самого начала показываю, чтобы усвоить материал. Значит, кликаем по прицепы с раздвижными слайдерами и увеличенным клиренсом. Значит, Toyota Hilux может брать до 3 тонн. То есть масса буксируемого прицепа составляет не более 3 тонн. Вот мы берем разрешенная масса до 3 тонн. До этого Land Cruiser 200 мы брали 3 500. Здесь до 3. Кликаем. Вот, пожалуйста, система нам отобрала все прицепы до 3 тонн. Значит, ну вот берем какую-нибудь максимальную массу, чтобы приближалась к 3 тоннам. Да? 2 400, 2 280, 2 260. Ну вот, 2 858. Кейхстон Баллет, Кроссфайр, 2200 БАЖ. Кликнули. Так. И вот по этой таблице мы вводим все из регистрационного свидетельства. Итак, масса без нагрузки 2 155. 2 155. Разрешенная масса 2 910. Масса прицепа, оборудованного тормозами. По характеристикам Hilux. Эта разрешенная масса составляет, по-моему, 3... Кажется, 3 200, но мы введем все равно 3 тонны. Да? И говорим, проверить. Ваш автомобиль может буксировать этот прицеп. Теперь смотрим. Нагрузка на сцепное устройство 193 килограмма. Вот наш класс. У нас класс 2 до 238. То есть класс 1 это маловато, а класс 2 фаркопа самое то. То есть у нас классность фаркопа, если можно выразиться, класс 2. Теперь давайте возьмем какую-нибудь слабенькую машину. Ну, допустим, Nissan Murano. Nissan Murano. Опять идем в начало нашего сайта. Опять идем в прицепы с раздвижными слайдерами. То есть в американские прицепы. И смотрим. Масса буксируемого прицепа на Nissan Murano составляет всего полторы тонны. Полторы. Полторы. Значит, у нас вот этот параметр до двух тонн. И вот сейчас мы ищем что-нибудь, чтобы было до двух тонн. Ну вот, 1424 килограмма. Это единственный прицеп, который подходит для Nissan Murano. Значит, опять идем вниз. И с регистрационного свидетельства мы вводим, значит, масса без нагрузки 1970. 1970. Затем разрешенная максимальная масса у нас 2360. И масса буксируемого прицепа составляет всего полторы тонны. Нажимаем проверить. Может буксировать этот прицеп. Затем мы смотрим. Вертикальная нагрузка на фаркоп. 99 килограмм. Значит, а здесь у нас класс 1 до 90 килограмм. Но все европейские фаркопы могут буксировать до 140 килограмм. Поэтому здесь на эту классность не смотрим. Здесь можно, если масса на шарик фаркопа, нагрузка на фаркоп до 140 килограмм, то можно использовать европейский фаркоп. И, собственно говоря, ничего этому не произойдет. Теперь давайте попробуем ввести какой-нибудь прицеп, где нам система скажет, что невозможно буксировать. Допустим, нельзя и все. Итак, идем в начало нашего сайта. Дальше идем опять в систему поиска. Это нужно кликнуть по заглавию этого раздела. И берем разрешенную массу прицепа, к примеру, до 4,5 тонн. Разрешенная масса 4,309. Вот такой красавец огромный. Вот этот огромный, совершенно огромный прицеп. Большой. И вводим, значит, что у нас, ну берем Land Cruiser 200, да. Разрешенную массу без нагрузки 2,510. 2,510. Разрешенная максимальная масса 3,350. И масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на Toyota 3,5 тонны. Проверяем. Вот, пожалуйста, ваш автомобиль не может буксировать этот прицеп. Все. Значит, вам нужно менять в данном случае автомобиль. Вот так легко работает наша система. Мы немножечко ее усовершенствуем, чтобы в дальнейшем вот этот рисуночек выбирался автоматически для вас. То есть, какой класс фаркопа нужно иметь. И, смотрите, если у вас вот эта нагрузка, да, ну вот как вот в этом прицепе сейчас, разрешенную максимальную массу мы до 2 тонн. Вот важный момент. Допустим, вот этот вот прицеп, да, у нас. Если у вас этот параметр здесь, вертикальная нагрузка на фаркоп до 140 килограмм, вот тут в данном случае 99,79, то вам американский фаркоп не нужен, достаточно европейский фаркоп. Во всех остальных случаях нужен американский фаркоп. С вами была компания «Дом в дорогу», наш сайт «Дом в дорогу.ру». Заходите с нами, очень интересно, и не забывайте про путешествия. С 20 по 30 августа 2020 года «Релакс Караванинг Крым». «Дом в дорогу» приглашает вас в совместное путешествие в самое лучшее место в мире для отдыха с автодомами и прицепами. Здесь можно поставить свой дом на колесах прямо на пляже, утром проснуться в своей постели и сразу плюхнуться в воду. Огромное количество экскурсий. Ливодийский, Воронцовский дворцы, самая большая в мире канатная дорога на Плато и Петре, легендарный Севастополь, Ялта, Ласточкино гнездо. Отдых, пляж, море, история своей страны. Приглашаем вас в Караванинг Крым с 20 по 30 августа только для клиентов компании «Дом в дорогу». Подробности на сайте домовдорогу.ру